В молодости я работал в одном научном институте И там было много настоящих ученых В том числе немало евреев И среди них некие Робинович и Литвак Оба были признанными авторитетами Каждый в своей области Но сейчас мне вспоминается одна вещь Которую я когда-то услышал еще работая в институте От одного своего сотрудника Он сказал так Когда вы общаетесь с Робиновичем Он дает вам понять, что он крутой И вы в принципе можете стать таким же крутым, как и он Он тоже дает вам это понять Когда же вы общаетесь с Литваком Он дает вам понять, что во-первых, он крутой И во-вторых, вам таким же крутым, как он Никогда не стать К чему это я? Это я к тому, что мы сейчас в прошлой программе Только что говорили о благодати И о главном враге благодати Под названием гордыня Врага нужно знать в лицо И мы говорили о сути гордыни О том, что она хочет превознести себя Над другими людьми И о том, что она начинается со сравнения себя То есть я сравниваю себя с другими Я вижу разницу между тем, что делаю я И что делают они И я говорю, что я лучше Обратите внимание Можно действительно увидеть, что есть разница В качестве вашего результата Например, в том, как вы знаете историю Или в том, как вы готовите еду Или в том, как вы играете в теннис Вы можете действительно быть лучше, чем кто-то другой Но отсюда есть вывод Который делает гордый человек Я готовлю вкуснее Значит, я лучше Или я бегаю быстрее Значит, я лучше Я не такой, как все прочие люди Я из другого теста Я другой породы Мое я Нужно писать не с маленькой буквы А с большой И поэтому Я должен быть над другими Вот в этом и есть суть гордыни И суть эту важно понимать Для того, чтобы раскаяться в этом грехе Но этого недостаточно Почему? Потому что у гордыни также есть много разных обличий И для того, чтобы распознать ее в себе Для того, чтобы действительно узнать врага в лицо Другими словами Нам нужно понимать С какой именно гордыней мы имеем дело То есть, по какому параметру Человек сравнивает себя с другими людьми Чем он гордится Или мы говорим о себе прежде всего Чем я горжусь Поводом для гордыни может послужить В принципе, что угодно Это может быть красота Это может быть мудрость Это может быть какой-то талант Это может быть богатство Сила, успех Образование Положение в обществе В принципе, все, что угодно Список можно продолжать до бесконечности Вот есть один пример в Писании Который я хочу вам привести Из 28 главы книги пророка Ехискеля Там говорится о правителе Древнего портового города Тира Такие слова Большой мудростью твоей Посредством торговли твоей Ты умножил богатство твое И ум твой Возгордился богатством твоим Зато так говорит Господь Бог Так как ты ум твой Ставишь наравне с умом Божьим Вот я приведу на тебя иноземцев Лютейших из народов И они обнажат мечи свои Против красы твоей мудрости И помрачат блеск твой Низведут тебя в могилу И умрешь в сердце морей Смертью убитых Скажешь ли тогда перед твоим убийцей Я бог Тогда как в руке поражающего тебя Ты будешь человек А не бог Там где порт Там торговые суда Привозящие разные товары А там где товар переходит из рук в руки Там естественно деньги Много товара И товар быстрее двигается Переходит из рук в руки быстрее Там уже не просто деньги А большие деньги И это неплохо Однако по-видимому Когда денег становится очень много То есть намного больше Чем у других людей Начинают приходить разные мысли О собственном могуществе И по-видимому Это и произошло с правителем Тира И бог объявляет ему здесь О своем суде Над ним За его гордость Это очень серьезное предупреждение Нам всем Но сегодня я хочу начать разговор О некоторых конкретных видах гордыни Которые встречаются среди нас Мессианских верующих Прежде всего Это наша еврейская Мессианская гордыня Мы очень гордимся тем Что мы Ближе всех Вот обратите внимание Вот оно Сравнение себя С другими Мы Ближе всех К первоисточнику Мы ближе К первым ученикам Ишуа Чем все остальные Верующие в него Почему мы так Думаем Откуда у нас Такая уникальная близость К первоисточнику Ну да Конечно Оттуда что мы евреи Так же как и они Так же как и сам Машех Машех и его первые ученики Ходили не в церковь Они ходили в синагогу Вот и мы тоже называем Своё собрание синагогой А не церковью Машех читал Тару На иврите И мы тоже читаем Тару И пророков на иврите А Машех не только читал Тару Но и соблюдал её И мы также пытаемся Не только читать Тару Но и соблюдать её Мы едим только кошерное Празднуем все еврейские праздники До единого Да ещё и еврейские источники Обратите внимание Мы цитируем Свободно Одной левой Что Ведь далеко Не каждому под силу Потому что тут надо знать Не только библейский иврит А ещё и Мишнаитский иврит Тот иврит Который используется в Талмуде В общем имейте в виду Мы вам не какие-нибудь там Христиане Мы Мессианские евреи И это мы Можем научить Всех остальных Как правильно Верить В еврейского Мессию Ешуа Конечно Никто этого Открытым текстом Никогда не скажет Но между строк Это иногда звучит Очень отчётливо И прежде чем Я пойду дальше Позвольте мне сказать Кто я сам такой Что беру на себя смелость Бросить такой вот Мелкий камушек В наш мессианский огород Я еврей по папе И по маме Нашу фамилию Гольберг Всю свою жизнь А не только последние Одиннадцать лет Что живу в Израиле Я соблюдаю заповеди Торы Так как умею Читаю её на иврите И с большим уважением Отношусь ко многим Нашим традициям Мы с женой и детьми Живём в Иерусалиме Ходим в одну из самых Больших в Иерусалиме Мессианских общин В ивритеязычную общину Являемся её членами Руководителем этой общины Является коренной израильтянин Еврей Я уточняю Потому что есть Коренные израильтяне Арабы И в нашей общине Каждую неделю Читается Недельный отрывок Из Торы Недельная глава Порошата Шавво Празднуются Все еврейские праздники Дома в пятницу вечером Мы с женой и детьми Зажигаем субботние свечи И встречаем шаббат С халой И с бокалом красного вина Как евреи предписывают Тора и традиция В общем Вот кто я такой А теперь к делу Во-первых Хотя я категорически Не приемлю Никакой идеи О врождённом Превосходстве Евреев Над другими людьми Я признаю Что мы да Действительно Отличаемся От других Чем именно Определённые знания О Боге Доступны всем людям Потому что У каждого из нас Есть совесть Указывающая нам На то что такое хорошо И что такое плохо А также есть глаза Которые видят Огромный мир Вокруг нас И есть голова Которая приучена К мысли о том Что всё берётся Откуда-то Ничего не образуется Само по себе То есть Глядя на мир Мы понимаем Что он откуда-то взялся Он не образовался Сам по себе А кто-то его создал Потому что Сама по себе Только пыль образуется На полках И беспорядок А наш мир Как мы понимаем Устроен По определённым законам Вот например Закон Земного притяжения Никуда от него Не денешься И поэтому Сама идея Создателя Который Создал эту вселенную И дал ей Какие-то законы Как физические законы Которые действуют В материальной сфере Так и духовные законы Которые действуют В невидимой Нематериальной сфере До этой идеи В принципе Может дойти Любой человек Для этого не нужно Быть евреем В чём же уникальность евреев Уникальность евреев Как я понимаю В том Что именно Нашему народу Создатель вселенной Впервые Открылся Как тот Кто вмешивается В ход Человеческой истории Именно нашим праотцам Аврааму Ицхаку Якову Он дал свой завет Он дал своё обещание О том Что от них Он произведёт Отдельный народ Который называются Своим собственным народом И этому народу Даст Эрецкнан То есть Землю Ханаана Именно еврейских рабов Он затем вывел Из рабства Египетского Великими чудесами Как об этом Говорит Тара И потом действительно Дал свою Тару То есть Своё откровение И это действительно Нечто уникальное То есть С одной стороны А с другой стороны Мы с вами понимаем Что наш народ Ну ничем не заслужил Ни исхода Ни дарования Тары Ни земли И сама Тара признаёт Что мы народ Малочисленный Маленький И жестоковый То есть Упрямый Другими словами Мы не производим На Бога Никакого впечатления Ни количеством Своим Ни качеством Но это и понятно На создателя Вселенной Который Огромный И трудно Произвести впечатление Какими-то цифрами В общем Гордиться Короче говоря Нам на мой взгляд Совершенно нечем Конечно же Раф Шауль Он же апостол Павел Говорит Что быть евреем Это великое преимущество Во всех отношениях Почему? Потому что сам Бог Связал себя Узлами завета С нашими прадцами И тем самым Стал Богом Израиля Однако при этом Тот же самый Раф Шауль Со своей типично Равинистической Логикой Говорит тут же Что преимущества Евреев на самом деле Весьма условны Почему? Потому что мы Точно такие же грешники Как и все остальные Люди И это подтверждено Всей нашей Долгой историей Да и сегодняшнее Наше положение В принципе Не отличается От того Что было в истории То есть мы грешим Как и в личной жизни Как отдельные люди Так и на уровне Нации И даже государства Как израильтяне Я могу сказать об этом Конечно с большой грустью Но тем не менее Это так В чем-то мы грешим Может быть меньше Чем другие страны А в чем-то мы грешим Уж не меньше Точно А может быть и больше И кстати Вот еще что Обладание Тарой О чем говорит И Тара И Новый Завет Обладание Тарой Делает нас Не меньшими грешниками А большими грешниками Если мы Имея Тару Продолжаем Нарушать Ее Потому что Ведь спрос Больше с кого С того Кому больше Открыто Только вас признал Я из всех племен земли Потому и взыщу С вас За все беззакония Ваши Сказал Господь Бог Через своего пророка Амуса Итак Мы с вами сделаны Абсолютно из того же Самого теста Что и все остальные люди Это раз Два Что мы представляем собой Как мессианские Евреи Есть ли у нас На самом деле Это самая Уникальная близость С Мессией Благодаря тому Что мы с ним Одной Крови Нам самим Конечно Очень приятно Думать Что Ешо Он наш Он не просто Какой-то абстрактный Человек без национальности Но он Израильтянин Он еврей Один из нас Плоть от плоти Нашего народа И нам очень легко Отсюда Сделать вывод О том Что к нам К своим У него У него особое Отношение Мы у него На особом Счету Но что думает По этому поводу Он сам Чтобы узнать это Давайте выясним Чего он ожидает От своих учеников Ну это довольно просто Чего он ожидает Он ожидает Веры Он ожидает Любви Он ожидает Послушания Самоотречения Которые Всех вот этих вещей Которые выражаются Прежде всего Не раз в неделю Когда мы собираемся Все вместе В шаббат А в повседневной жизни Каждый день То есть Другими словами Он ожидает Что как его ученики Мы последуем Его примеру И будем жить Так как Жил он Давайте спросим себя Как же у нас Это получается Лучше ли мы В этом смысле Чем другие Конечно Окончательный Ответ на этот вопрос Может дать только он сам Но я Совсем не уверен Что мы Окажемся В первых рядах Почему я не уверен По двум причинам Во-первых Любовь Которая От нас ожидается Как от его учеников Она создает единство Именно о единстве Своих последователей Он произнес Одну из своих Последних Земных молитв Да будут все едины Как ты Отче во мне И я в тебе Так и они То есть Мои последователи Имел он ввиду Да будут В нас Едины И да уверует Мир Что ты Послал Меня Другими словами Глядя на то Как мы Ченеки Ишо Живем в любви И единстве Мир Поймет Что действительно Бог Его послал Сюда К нам Для того чтобы Нас спасти Теперь спрашиваем Что мы с вами Имеем Сегодня У нас На мой взгляд Мы имеем вот что У нас по прежнему Как среди Евреев вообще Так и среди нас Мессианских евреев На двух Мессианских евреев Есть как минимум Три мнения По каждому вопросу А на каждого Мессианского еврея Есть как минимум Четыре Мессианских общины Одна Моя В которую я хожу А еще минимум Три Кстати это еще Лучший вариант Если я куда-то хожу Потому что я знаю Масса есть людей Которые просто сидят По домам И им вполне достаточно Самих себя И может быть там еще Телевизора Интернета Не знаю что Книжек Но в лучшем варианте У него есть Или у меня есть Моя мессианская община Куда я дохожу Еще есть три общины Куда я не хожу Как у того еврея На необитаемом острове Который построил Две синагоги Одну в которую он ходит А вторую в которую Но никогда И ни одной ногой И ни за что И ни за какие деньги Не пойдет В общем что это такое Это детский сад Короткие штанишки Пешком под стол Еще моя неуверенность Вторая причина Почему я совсем не уверен Что мы лучше Всех остальных Верующих в Ишуа Она происходит От нашей комфортной жизни Раф Шауль написал Что все желающие Жить как благочестивые Ученики Мессии Ишуа Будут преследуемы За свою веру Ганимы Ну да конечно Ортодоксы покусывают Нас Тут и там Периодически Но по большому счету По моему мы устроились В общем Совсем неплохо И я не очень понимаю Откуда у нас Вот при всем при этом Такая святая уверенность В том Что именно мы Способны Весь остальной Мир По крайней мере Мир верующих В Мессии Ишуа Научить Тому Что такое Истинная вера В том числе Мы способны этому Научить и христиан Нигерии Которых сейчас Убивает Боко Харам И христиан Ирака И Сирии Которых убивает Исламское государство И христиан Северной Кореи Которые Просто Просто в кавычках Сидят в тюрьмах Как в свое время Сидели В Советском Союзе Узники Совести И кстати Я подозреваю Что вот у этих-то людей И веры И любви К Богу И ближнему И соответственно Единстве Друг с другом Может быть Чуть побольше Чем у нас Но это так К слову Пища для размышлений А разговор о благодати И о ее врагах Мы с вами продолжим На следующей неделе Спасибо Шалом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова